Поток грузовиков из России хлынул в Литву, чтобы на пароме попасть в страны ЕС. Искать обходные пути пришлось после того, как Киев был запрет на транзит российских фур по территории Украины. Это еще больше затруднило транспортировку, уже нарушенную из-за того, что Москва и Варшава до сих пор не пришли к соглашению по новым разрешениям на грузоперевозки. Они хотят добиться того, чтобы сами возить, а больше никто не возил. Вот и все, что тут понимать. То есть в России не надо перевозчики, в Литве не надо перевозчики, должны быть одни поляки перевозчики. Очереди большие. Говорят, что там коллега на паром, наши ребята стоят там, созванивались. Ну еще там сутки постоять надо будет, как минимум, наверное. Что касается украинского коридора. На прошлой неделе украинские националисты стали блокировать движение российского транспорта. Первые блокпосты появились в Закарпатье, затем к акции присоединились еще несколько областей, расположенных на западе и севере Украины, в том числе на границе с Белоруссией. В ответ на эти действия российские власти приостановили движение по территории РФ грузовиков, зарегистрированных на Украине. Киев ввел аналогичный запрет. За двое суток на российско-украинской границе скопилось около 160 украинских грузовиков, в то время как российские фуры не могут въехать на Украину из стран Европейского Союза. Киев ввел аналогичный запрет.